всем привет это мое очередное видео по dash в котором мы продолжаем работать над нашим приложением в прошлом видео мы разобрались с фреймворком bootstrap мы посмотрели как организовывать контент на странице в ряды и колонки вот и сегодня мы продолжим работу над приложением и я думаю что настало время когда мы должны сосредоточиться над тем чтобы наполнить приложение мясом графиками данными и каким-то более интересным анализом вот и сегодня мы построим я построил сделал такой черновик небольшой по сути мы добавим скетер плод на котором будут изображены координаты этих объектов на небесной сфере вот в данных есть такие колонки как деканей шин и райт осцени шин что это такое вот здесь страница википедии то есть это по сути небесные координаты вот и мы построим такой график на этом графике мы видим что по сути это телескоп кеплер он смотрел на определенный участок неба и на этом участке неба фиксировал потенциально интересные объекты но мы сделаем в нашем приложении график чуть более интересным добавим размер планеты и подсветим те объекты которые потенциально наиболее интересны то есть которых ну я так считаю температура и гравитация более-менее совместимы с человеческим существованием или скорее наоборот человек при таких условиях как-то там может находиться опять-таки я не претендую на какую научную как бы притязание какие-либо да ну просто с точки зрения любопытства мы выделим те объекты где температура и гравитация более-менее похожи сопоставимы с земными вот ну и прежде еще чем мы будем двигаться дальше я попрошу сделать две вещи мне предложу вам сделать две вещи то есть во первых если вам нравятся мои видео то пожалуйста поставьте лайк у меня канал маленький вот и если это видео интересно вам то вполне вероятно что оно будет интересно еще кому-то и тем что вы поставите лайк вы конечно поможете другим людям найти это видео так как во всем многообразие контента на ю тубе найти что-то интересное и полезное бывает очень сложно когда вы лайкаете вы помогаете продвигать интересный контент и второе предложение у меня я так думаю что может быть кому-то покажется что я делаю все медленно вот то я напоминаю что в ю тубе есть плеере такое свойство где можно ускорить просмотр видео вот и если вы там выставить 125 например скорость это может быть вам так будет комфортнее и быстрее просматривать и не тратить время на те моменты где я что-то там метлю так сказать вот но я делаю все в живое времени да и поэтому конечно иногда и подумать надо иногда там набрать что-то занимает времени вот а если вы просто смотрите для себя вот то можно воспользоваться этой функции и ускорить видео в ю тубе так ну давайте теперь приступим дел он значит мы добавим как я сказал еще один графики добавим его вот сюда в раздел где у нас строка с графиками значит вот у нас наш существующий график и мы добавим сюда еще один пикс кедр пор да то есть мы задаем еще одну одну колонку в этой колонке мы зададим див с названием с названием где например у нас будет посещаем сфер то есть мастер сфер это так называется эта система координат которая использует декуны и шин и райт осцени шинга ну и давайте пока все пока мы оставим только заголовок давайте я запущу приложение так иду в папку и а и наше приложение и так ну вот это то на чем мы остановились с вами прошлый раз то есть вот наш график и вот появился заголовок 2 графика теперь давайте быстренько добавим сам график сюда значит нам нужно задать еще один текст внутри этой колонке это будет также граф каких предыдущем графике да и зададим ему айди например будет у нас не цель так окей и теперь мы сразу же сделаем это через колбек до будем обновлять этот график так же само как мы обновляем уже существующий старый график уже существующий старый график копируем наш колбек целиком вставляем и и теперь значит нам подчеркивает атом что мы используем одну и ту же функцию одну и ту же функцию нужно переименовать например давайте апдейт например давайте апдейт чарт мы передаем те же самые параметры выбираем также самодатные а строим теперь скатер плот вот а то есть райтах осциней шин и и от и и сию да так вроде бы все правильно а и возобновляем аутпу до силы стил чар и так давайте еще раз пройдемся значит мы скопировали колбек предыдущего графика до поменяли здесь аутпут компонент айди и указали вот этот компонент айди который мы задали для нашего нового графика celestial чарт вот мы его обновляем input у нас те же самые наши два фильтра переименовали функцию эту внутри колбека потому что она не может одинаково называться с той функции которая у нас уже раньше было дальше отфильтровали данные так же самое как в предыдущем случае и просто скатер плоти поменяли наши x и y на осциней шин и для клиней шин склонение и забыл как называть в общем вроде все правильно сохраняем и надеюсь я нигде не опечатался так ну и я нигде не опечатался у нас появился этот график отлично ну и сразу мы можем добавить сюда еще в качестве третьего параметра размер нашей планеты как размер маркера на скатер плоти да то есть все сайс у нас будет задаваться r и давайте быстренько на это глянем ну вот видите так поинтересней бульбашки какие уже выглядят у нас окей теперь я бы хотел еще поменяю дефолтные значения наших фильтров чтобы мы по дефолту видели все точки да просто уже так исходя из соображений то есть и здесь давайте мы тоже зададим бега до нашим другом меню у нас все три будут категории выбраны и в нашем слайдере там где мы выбираем радиус планеты мы зададим тоже дефолтные значения значит минимум от нашего радиуса планета это будет наше минимальное значение по дефолтную и максимум это будет наше максимальное значение по дефолту давайте опять посмотрим ничего ли не поломалась ну да ничего не поломалась отлично мы теперь видим как бы все наши данные по дефолту мы видим на наших обоих графиках и у нас выбраны все если мы здесь что-нибудь меняем то графики меняются окей теперь я бы хотел к вот этому графику добавить еще один как бы параметр еще один слой это подсветить те планеты которые потенциально приемлемые условия на которых в какой-то мере потенциально приемлемы для человека то есть я буду анализировать два параметра это температура и гравитацию гравитация конечно зависит от многих вещей вот но мы как за основу возьмем размер планеты то есть мы условно там игнорируем плотность чего-то еще вот и говорим что если размер этой планеты более-менее такой как земля вот то мы ожидаем что он гравитация приемлемо для человека и мы считаем эту планету потенциально интересной так для этого давайте мы зададим тоже какие-то критерии вот значит ну я уже конечно проделал домашнюю работу и все это более менее себе прикинул какие нужны были границы и какие должны быть параметры вот поэтому я сейчас просто это все перри наберу покажу вам но и в конце концов покажу результат но если у вас будут какие-то свои предложения свои идеи как еще можно это дополнить то пишите в комментариях экспериментируйте и если что-то интересное найдете дайте знать так ну а мы зададим бины по температуре и иначе у нас будут и биты 0 до 200 градусов дальше 400 градусов 500 и 5000 там верхнюю границу чтобы задать и соответственно у нас будет и голосная у нас будет оптимал то есть смотрите если температура до 200 то есть 200 градусов это минус 70 по градусах цельсия ну это как бы низкая температура ну хотя с низкой температуры еще что-то можно там придумать обогрев какой-то до от 200 до 400 условно говоря это оптимальная температура то есть если там например минус 200 то это средняя температура по планете да но например на экваторе там например более-менее приемлемо и наоборот если 400 градусов это конечно 130 градусов по цельсию это довольно жарко для человека да но например на полюсах мы бы как-то могли существовать и температура ниже и как-то не так жарко было бы в общем еще раз просто для фана для развлечения разбиваем на такие группы вот и давайте зададим зададим эти категории иначе вот наша температура будет значит и порежем на такие на такие бен и пинус и и так и так вот мы получается задали нашу переменную для категориального перемена которая нам будет говорить приемлема или неприемлема температура на этой планете и теперь давайте сделаем то же самое для размера планеты сайт сбились бельны так только единственно надо конечно тут надо задать так и температура планеты блины чтобы все таки назывались переменные по-другому а здесь будет rp бинс точно так же я приблизительно и предварительно глянул на возможные значения на распределение вот и вот выбрал такие вот границы то есть если там допал 0 5 то есть это в половину меньше радиуса земли от 0 5 до 2 2 до 4 и до 100 верхней границы да и температура планеты лейболс мы их назовем значит лоу чемал но и экстрим точно также на экстрим опять-таки если мы считаем что гравитация там размер размер говорим подразумеваем гравитацию до до половины земной это очень низкая если от половины земной до 2 это оптимально я честно не знаю насколько это разумно вот ну предполагаем что человек как-то это может пережить если от двух до четырех то это высоко но допустим тоже как-то переносим а там и нибудь экзоскелет и еще чего-нибудь какие-то с костюмы компрессионные вот опять-таки не знаю может быть это с точки зрения науки неразумно так фантазировать но опять-таки это моя мои фантазии да и если это уже там больше четырех раз больше радиус этой планеты то это уже экстремальный размер ну и как бы человек там вряд ли как-то сможет существовать и теперь давайте точно также значит зададим назовем это gravity и гравитация и и одни и рп и и и и и и и так разбили давайте знаете что я сохраню и перегружу приложение посмотреть что все не выдает никаких ошибок так сделаем так ну приложение загружается ошибок не выдает как минимум синтез синтаксических ошибок я нигде не сделал хорошо ну и теперь на основе вот этих двух переменных гравитации температуры мы зададим интегральную как бы интегральный класс до категорию статус этой планеты до джек статус значит давайте так и статус равно и тут и через простые условия это все зададим и темп если дефт оптимом и наша гравитация тоже оптимал вычки не забывать гравите значит если это это оптимал то мы говорим что это объект обещает потенциально интересный для остальных зададим нам и дальше мы будем еще два условия так если у нас температура оптимал гравити а гравити например у нас ну не экстремальная на лоу ой то это сейчас все точно не нибудь сюда синтаксисом так еще раз если у нас температура оптимальная гравитация значит это у нас будет статус челленджи то есть такой и нам случае где статус то есть челленджи на это такой сложный но допустимый да что то можно придумать может как костюмы компрессионные скафандры но тем не менее это потенциально возможно так и теперь то же самое про гравити если гравити оптимал а темп наоборот у нас лоу ой точно также мы челленджи а противном случае то что есть и последнее заполним значит где статус то есть еще раз смотрите не подчеркивает nmp у нас нет нам по я нужно импортировать нам так то есть еще раз мы сказали что если у нас и температура и гравитация оптимальная значит наш объект промысел то есть потенциально интересный если один из этих компонентов либо температура либо вот гравитация оптимальная а второй находится в разряде лоу или хай слегка выше или слегка ниже то статус этого объекта челленджем то есть как бы сложный но возможно что то можно придумать ну все остальные если ни один из компонентов не оптимал или другой компонент экстремальные значения имеет то и все весь статус нашей нашей планеты тоже экстремальный так сохраним еще раз перегрузим и попробуем глянуть а ну мы можем сразу вывести в консоль например сгруппировать и посмотреть то есть мы в консоль выведем табличку небольшую в которой посмотрим сколько каких объектов в итоге у у нас получилось так сохраняю и тоже что-то у меня не то говорит гравери где-то там у меня не гравити а гравери гравити еще раз давай еще где-то гравери как я а здесь гравери так а ну вот наша табличка то есть у нас 52 объекта челленджем 900 чем-то объектов extreme и 16 promising объектов 16 целых объектов не так уж плохо да так ну и мы увидели что наши в принципе данные считаются теперь можно это за коментить вот ну и теперь мы можем добавить этот слой в наши скетер плот наш график значит и добавим это сюда r planet и корс так и сделаем статус ну давайте идти глянем что получилось а ну и вот вы видите появился появился этот слой в данных значит если мы выберем только его ну вот конечно это самые маленькие планетки которые здесь есть наших данных вот если мы уберем extreme вот наши челленджи и промысел объекты так ну по времени уже довольно длинное видео получилось вот ну тем не менее график мы тоже интересны построили вот следующем видео я наверно уделю внимание еще раз оформлению вот ну и будем продолжать двигаться дальше вот ну а на сегодня как бы я думаю что это все опять таки мы ничего нового не затронули вот но просто добавили интересное содержание нашему дашборду вот и как бы работаем в том направлении чтобы сделать его классным крутым и достойным вашего портфолио все еще раз попрошу лайкнуть это видео если вам понравилось ну и до встречи в следующих видео всем спасибо